Предприятие «Гефесттехника» в прошлые годы работало почти без запасов. В этом же отчетном периоде объемы продукции на складах выросли почти в три раза. Ситуация еще не критична, но уже требует пристального внимания. Посещая это предприятие, Александр Якобсон отметил, что уверенное руководство и наличие четкого плана действий помогут к сентябрю исправить сложившуюся ситуацию. Предприятие вроде тоже затоварено, и запасы гораздо выше нормативы. Но, во-первых, есть уверенность у руководителя и план действий, как он будет избавляться от этих запасов. Во-вторых, есть здесь, на этом предприятии, достаточно большие внутренние финансовые ресурсы, которые на депозите лежат, и он работает без кредитов. Это еще один факт того, что правильное управленческое решение дадут возможность здесь без потрясений выйти из вот этого кризиса, связанного с перепроизводством. Поэтому я думаю, что к сентябрю месяцу здесь проблем не станет. Возрастание запасов на складах – проблема не только предприятия «Гефест». Ковровые и чулочные комбинаты, а также негосударственная мебельная фабрика имеют еще более затоваренные складские помещения и тоже нуждаются в ускорении процесса реализации продукции. Если говорить о складских запасах, которые, особенно, их рост наблюдается в этом первом полугодии, среди наших городских предприятий, вообще-то, да, кроме чулочного комбината, еще есть ряд предприятий мебельной промышленности, в которых действительно скопились достаточно большие объемы готовой продукции на складах. Глава госконтроля в ходе работы проверил и состояние дел на строящемся западном обходе города над Бугом, сроки сдачи которого под серьезной угрозой. Областные бюджетные средства уже использованы в полном объеме, а вот финансирование из Минска пока поступило не полностью. Именно такие задержки тормозят весь строительный процесс, поскольку нет денег, нет работы, в долг подрядные организации работать сегодня не хотят. Строительство западного обхода в областном центре находится под контролем президента, а срок сдачи, ориентировочно конец июля, не за горами. Подобный мониторинг объектов, находящихся на контроле комитета и главы государства, позволяет своевременно реагировать на возникающие проблемы и оперативно находить пути их решения. Это работа только на упреждение. Если бы мы работали только по сигналам, тогда грош цена всей нашей работе. Мы стремимся к аналитике, к упреждающим мероприятиям, с тем, чтобы предотвратить на дальних поступах какие-то неприятности.